Говорит Черкесск В эфире Вести, радио Карачаева Черкесия Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня пятница, 15 сентября, в студии с главными новостями Республики Руфина Ковалева. Официальная хроника. Министр строительства и ЖКХ Евгений Гордиенко совместно с представителями Дирекции капитального строительства и подрядных организаций провел совещание по вопросу строительства и реконструкции домов культуры на территории Республики. Основным вопросом совещания было рассмотрение сроков и качества проводимых работ на объектах. Помимо этого обсуждался вопрос о корректировке проектно-сметной документации. Руководитель Карачаева Черкесии Рашид Темрезов проведет для представителей средств массовой информации пресс-конференцию в ТАСС. Темрезов расскажет, как развивается Республика, о ее достижениях и дальнейших планах руководства по повышению качества жизни населения. О запланированном общении Рашида Темрезова с журналистами сообщила пресс-служба главы правительства субъекта. Предстающая пресс-конференция посвящена 25-летнему юбилею Карачаева Черкесии, который Республика отметит в текущем году. Подведены официальные итоги Всекавказского молодежного форума «Машук-2017». Участники от Карачаева Черкесии выиграли на «Машуке» гранты на 8,8 млн. рублей. Свет отметит, что по сравнению с предыдущим годом число победителей из Карачаева Черкесии среди физических лиц увеличилось более чем в два раза. Делегация региона заняла первое место по количеству и качеству проектов в номинации «Познавательный туризм». Автопарки школы станции скорой помощи пополнятся новыми автомобилями благодаря обращению в соответствующие структуры главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. По распоряжению правительства России в Карачаево-Черкесию поступят 25 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой помощи. Новые автомобили будут направлены на обновление парка скорой помощи в образовательные и медицинские учреждения Республики. Питание детей в школах и детских садах Карачаева Черкесии за 2017 год не вызвало нареканий жителей Республики. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В текущем году специалисты ведомства провели 50 проверок, проанализировав качество и безопасность питания учащихся и дошколят. Отмечается, что горячее питание в детских садах получают 100% детей. Сегодня в рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приемной прокурора Карачаева-Черкесии в Прикубанский район. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Выставка «Моя родная республика», посвященная 95-летию Карачаева-Черкесской автономной области и 25-летию образования Карачаева-Черкесской республики, открылась в картинной галерее Историко-культурного и природного музея-заповедника Черкеска. В нее вошли живописные пейзажи и графические работы художников Карачаева-Черкесии. Выставка продлится до 12 октября. В ауле Адыге-Хабль завершилась реконструкция центральной площади, которая проводилась в рамках приоритетного проекта формирования городской среды. Уложено новое асфальтобетонное покрытие, яркая тротуарная плитка, отреставрированы фонари, установлены новые скамейки и урны. Прошли масштабные работы по озеленению территории. Установлен также арт-объект «Я люблю Адыге-Хабль». Кроме того, в ауле пройдет благоустройство дворовых территорий 10 многоквартирных домов. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. В ходе проведения операции МАК сотрудниками полиции задержано трое местных жителей. В ходе личного досмотра у них изъято несколько полимерных свертков с наркотическим средством героин. Изъятые вещества направлены на исследование, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Прокуратура Прикубанского района провела проверку исполнения земельного законодательства. Установлено, что глава администрации дружбинского сельского поселения, желая улучшить материальное положение своей матери, в отсутствии законных оснований вынес постановление о признании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления». В республике подведены итоги конкурса названия «Лучший старший оперативный дежурный. Лучший специалист по мониторингу и прогнозированию Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии». По итогам первого этапа смотра конкурса лучшим старшим оперативным дежурным признан Хамзат Эльканов, а лучшим специалистом по мониторингу – Али Озов. На основании распоряжения главы администрации Рубского муниципального района Алексея Шутова в целях сохранения историко-культурных традиций на базе 8 и 9 класса 2 школы села Куржинова были организованы группы казачьей направленности. К началу учебного года были выделены средства для приобретения формы для казачат. Официальное открытие групп, на которые приглашены атаманы казачьих обществ Республики и Краснодарского края, учащиеся казачьих классов из Мостовского района Краснодарского края, представители Православной Церкви, запланировано на конец сентября. Ранее в школе силами учащихся и педагогов был открыт этнографический музей «Казачья хата» и оформлен кабинет для занятия групп. На базе Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России прошла экскурсия для учащихся кадетских классов Свято-Сергиевской гимназии города Черкеска. В гостях у спасателей побывали юные пожарные спасатели, юные спасатели-водники и юные пограничники. Ребята с интересом рассматривали снаряжение и одежду спасателей, экспонаты которых хранятся в музее. С 6 апреля по 5 декабря 2017 года читатели детских библиотек республики принимают участие в акции «Читающая армия правнуков Победы», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится с целью формирования интереса к чтению высокохудожественной литературы о Великой Отечественной войне как одного из важнейших условий воспитания чувства патриотизма у детей. Борцы на поясах из Карачаева-Черкесии заняли первое общекомандное место на 10-х Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходят в Анапе с 4 по 18 сентября текущего года. В сборную республики вошли 14 спортсменов, 13 из которых стали обладателями медалей различного достоинства. В открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств участвуют свыше 5000 молодых спортсменов, которые борются за 700 комплектов медалей. Открытый кубок черкеско-порыбная ловля спиннингом запланирован в Карачаево-Черкесии на 23 сентября текущего года. Соревнования пройдут на Большом пруду парка культуры и отдыха «Зеленый остров» республиканской столицы. Соревнования посвятят предстающему 25-летнему юбилею Карачаева-Черкесии. В ближайшие дни в северных районах Карачаева-Черкесии, а также в столице республики, ожидается высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба МЧС республики. Кроме того, с 15 сентября в Зеленчукском и Карачаевском районах также прогнозируется высокая пожароопасность. В пресс-службе добавили, что местным жителям стоит воздержаться от разжигания костров и не посещать пожароопасные участки. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 м в секунду, температура воздуха 26-31 градус тепла, в горах до плюс 24, в Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 3,8 м в секунду, температура воздуха 28-30 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск подошел к концу. С главными новостями республики вас знакомила Руфина Ковалева. Я с вами прощаюсь. Далее эфир продолжит программа «Республика». Оставайтесь с нами.